Многие пытаются передать энергию моря через художественные техники, но могут избранные, избранные самим морем. Человек, помимо технических приёмов, он должен научиться видеть натуру. Натуру, ощущать её, пропускать её через себя, чем ценен пленэр. Это тем, что ты видишь и пропускаешься через себя красоту, которая тебя окружает. Пропуская эту красоту и энергию через себя, каждый из нас видит и чувствует разницу морей, их нрав и тонкости характера. Я могу сказать, что чёрное море своеобразное. У них есть свой характер, есть свой цвет даже. Оно даже отличается, и от Средиземного тоже отличается море, и по колориту отличается. Я это связываю, локальный цвет моря Азовского, он более тёплый. То есть там много песчаных взвесень, оно мелкое, и там оно более такой желтоватый характер носит. Может быть, более пресная. Там речная вода присутствует. Чёрное море, оно более солёное, там более бирюзовые оттенки появляются, холодные. Средиземное море, оно вообще холодное по цвету. Вот если я вот наблюдал за ним, оно очень холодное, в такой спектр холода уходит бирюза. Поэтому у каждого моря свой характер. Да, как у каждого из нас, у морей разные характеры и разные образы, видимые только тем, кому они решили открыться. Только тем, кто смотрит на них влюблёнными глазами, как на женщину. В картинах известного художника-мариниста часто присутствует женский образ. Значит ли это, что чёрное море, в которое он влюблён, с женской энергией? Всё-таки это такая девушка, но с очень волевым характером. Такая вот в ней. Она бывает ласковая, она бывает такая действительно динамичная. И вот эти шторма, которые начинаются осенью, показывают такую действительно большую силу. И ты чувствуешь пены эти, разливы. Каждая морская тема – это своя ситуация романтики или юмора. Смотря на картины Сергея Берлова, кажется, что мы словно подсматриваем за чьей-то историей. В «Новом свете» была ситуация. Море подштормило так легко. И молодая пара, парень фотографировал девушку, и всё её просил как бы поближе и поближе к морю, поближе и поближе к морю, к волне поближе и поближе, а волна всё выше и выше. А я стоял, писал сюжеты, и они так хорошо ещё в композицию ложились. Я думаю, ну вот чем закончится. Вот он её двигал-двигал, пока её не накрыла волна и не смыла с камня. Ну это вот как бы новелла, да, и тоже связано с картиной. Вот она вылезла оттуда и очень нелицеприятно высказала сторону своего друга. Он долго хохотал, но тем не менее она вылезла во всём мокром, а это была уже как бы осень, вот, и далеко не лето. Но тем не менее тоже этот сюжет лёг в основу работы «Купальчица» мне называется. От морских сирен перехватывает дыхание. Магия этого сюжета поглощает всё цело и навсегда. Либретто всего таково, что человек был привязан к мачте, Одиссей, да, и он слышал пение сирен, волшебные звуки, которые сводили его с ума. Почему сирены, они были слышны, и их образ появлялся у тех людей, которые их слышали, да. Вот, когда Одиссей приказал всей команде воском заткнуть уши, чтобы они не слышали и не видели то, что происходит. Он единственный человек, который видел и слышал, но ничего не мог с собой сделать, он был привязан к мачте. И вот это ощущение того, что некоторые люди у нас, окружающие, могут слышать и видеть то, что мы не слышим и не видим. Видеть, слушать, чувствовать, пропускать через себя. Вот она формула ответной любви от моря и известного художника-мариниста Сергея Берлова. Доминика Джигирей, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова